Всем привет! Как и обещал, снимаю видео по памятнику в мире. Проголосовало большинство в комментариях за то, чтобы о топ-10 посмотреть, да, то есть какие классы, какой мощности. Плюс я лично сам подумал и добавлю еще немножко топ-5 арены, именно для того, чтобы посмотреть, какие герои стоят у этих ребят, ну именно по серверу. То есть это не самые топовые по мощи будут, потому что в основном я создавал персонажей на первом сервере, а топовые по мощи могут быть не только на первом. На данный момент первый сервер это у нас Северная Америка, да, вот смотрим, что у них по монументу. На первом месте мах 19,3 миллиона, дальше опять мах 16,6, воин 16,5, еще два, давайте я вот даже вот так вот, чтобы было видно, может быть какие-то облики новые есть. Так, значит воин, дальше мах 16,4, еще один мах 16, упырь 16, мах 15,6, упырь 15,5, мах 15,2 и мах 15,2. Что мы имеем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь магов, один воин и два упыря. То есть маги преобладают в принципе. Дальше мы смотрим арену, смотрим топ-5, билд 2, 2 хели, один, значит 2 хели в верданде. О, Покс Ред, дальше что у нас, верданде, хель в верданде. Ну это деф-билд полный, это основная мощь, ну и вот 2 хели, один, в принципе вот так вот. Да, и по поводу акции, не везде еще включили акцию с Черной Пятницы, поэтому по акции, как и большинство просило, видео будет отдельно, буду его снимать завтра, так как не везде еще есть акция доступна. Все, переходим на следующий сервер, сильно много не растягиваем. Теперь мы на японском сервере, здесь видите осень вовсю, листья летят. Смотрим рейтинг по японскому серверу, еще раз напоминаю, да, монумент. Что у нас здесь, на первом месте воин, 18 миллионов, дальше у нас мах 17, 16,7 мах, упырь 16,5 мах, дальше у нас идет мах 16,5 мах 16, упырь 15,5, это опять мах 15,5 мах 15 и еще один мах 15. Что мы имеем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, опять-таки у нас есть 7 магов, 1 воин и 2 упыря. В принципе статистика практически такая же, как и на Америке. Смотрим по арене, если я правильно попал, я по-моему. Так, что здесь по билду преобладает? Две хели Один, дамаг билд, две хели Верданди, две хели Верданди, две хели Бахамут. Ну здесь вот немножко у мага какой-то странный билд. Ну в принципе доступно. Дальше переходим на следующий сервер. Так, ну вот мы уже и на арабском сервере. Теперь будем смотреть рейтинг арабского сервера. Так, здесь что мы имеем? Упырь 15, мах 13,6, воин 13, упырь 12,8, мах 12,8, мах 12,7. Дальше у нас мах 12, упырь 11,3, воин 11,2 и еще один упырь. Так, что мы имеем? Раз, два, три, четыре у нас упыря. Раз, два, три, четыре у нас мага и два воина. Здесь немножко, видите, поделили упырь и маги поровну. Сейчас посмотрим, что мы имеем на арене по билдам. Так как по регионам разным билд очень сильно отличается. Ну не очень сильно, но довольно-таки отличается. Смотрим, здесь у мага билд верданди, хель верданди, упырь в дамах в билде. Опять-таки, видите, вот у магов здесь нет такого, как две хели верданди или две хели там бахамут. Здесь маги идут через либо две верданди, либо верданди один. Вот в таком вот. В плане, еще раз напоминаю, это был арабский сервер. И переходим к следующему серверу. Это сервер бразильский. Сейчас будем смотреть рейтинг на бразильском сервере. Так. Что мы имеем? Мах 16,3 на первом месте. На втором месте Мах 16,2. Дальше у нас идут два воина. 15,8 и 15, соответственно. Дальше есть Мах 15. Воин 14,6. Воин 14,4. Еще один Воин 14,4. Я округляю для тех, кто там будет придираться, там не 4, а 37, скажем так. 14,4. Дальше у нас есть еще Упырь 14,2 и закрывает все Мах 14. Смотрим, что мы имеем. Раз, два, три, четыре Маха. Пять Воинов и всего один Упырь. Вот здесь вот, кстати, на Бразилии, например, преобладают Воины. Дальше будем смотреть, что здесь по билду. На арене смотрим. Арена показывает только конкретно по серверу, на котором я нахожусь, не топовых. Значит, на этой арене у нас мы имеем. И я смотрю именно конкретно расстановку героев, какая есть. То есть здесь Один, Хель, Верданди. Один, Хель, Один. Интересно. Один, Хель, Бахамут. Один, Хель, Один. И последний Мах, Верданди, Хель. Ну, это классическая раскладка. В принципе, вот как-то так. Так, это был бразильский сервер. Все, переходим теперь к следующему серверу. Мы находимся на китайском сервере. И здесь космические акции. В принципе, я показывать сейчас не буду. Это будут акции вместе, показанные с Black Friday. Черная пятница, так званая. И тогда мы посмотрим все акции. А сейчас я просто хочу показать вам их рейтинг. Но это такое, что-то заоблачное. Значит, на первом месте Упырь 23 миллиона мощи. Дальше идет Воин 21,5 миллион. Дальше идет 19,5 Мах. Затем 19 Упырь 19,2. Воин 17,9. На шестом месте Упырь 16,6. На седьмом месте Мах 16,1 практически. На восьмом Войн 16, практически 1, можно если округлить. Девятое место опять Воин 16. И десятое место опять же такие Воин 15,8. Что мы имеем? Три, четыре, пять Воинов. Дальше что у нас? Два Мага и три Упыря. Кстати, как интересно. То есть здесь не преобладают Маги. Как на Америке, к примеру. Здесь большинство Воинов. Дальше идут Упыри, а после них уже идут Маги. Немножко, видите, подлагивает, потому что, видно, связь с Китаем так себе. Смотрим арену. Так. На первом месте, ну, ты, понятно, Мах. Верданди, Хель, Один. Дальше что у нас идет? Упыри. Я прошу прощения за подлаги, но будем считать, что это просто связь немножко далековато. Значит, Один, Хель, Бахамут. Верданди, Хель, Один. Один, Хель, Бахамут. Здесь, видите, ни одного билда такого, как в домах билды, когда две Хели и еще что-то. Здесь вот стараются распихивать все. Не знаю, просто или за мощи, или вот как-то так лучше. Один, Хель, Бахамут. Я думаю, что они просто ставят так, потому что здесь очень быстро набирается мощь. И не нужно особо париться над билдом, например, ну, да, вот 20 миллионов и дальше 16. Он может себе поставить что угодно, он все равно будет на первом месте. Так. С этим сервером закончили, я думаю. Это китайский сервер был. И переходим к следующему. Это Юго-Восточная Азия, если я не ошибаюсь. Ну, по-моему, что именно вот так она и переводится. Юго-Восточная Азия. Значит, смотрим рейтинг по монументу. Имеем воина 17,7. Дальше Мах 17,4. Упырь 17,1. Опять-таки Упырь 17,1. Упырь 16,4. Дальше Воин 15,5. Мах 15,3. Упырь 14,6. Дальше у нас Воин 14,2. И в конце Мах 14 миллионов. Что мы имеем? Раз, два, три. Три Мага всего лишь. Четыре у нас Упыря. И три Воина. Здесь Упыри преобладают. Значит, четыре Упыря. Три Мага и три Воина. Ну, в принципе, где-то среднее значение. На первом месте у нас Воин. Дальше смотрим по арене. Ой, не то. Извините. Смотрим по арене, что мы имеем по билдам. Так, топ-5. Значит, что у нас здесь? Ну, здесь боевой билд. Две Хели Один, две Хели Один, две Хели Один, две Хели Один, две Хели Один. Неважно, Маху, Воин. Ну, какая разница. Две Хели Один. Отличный билд. В принципе, вот такие вот билды. Один, точнее. Билд на всех. Дальше идем на следующий сервер. Это Восточная Европа. Ну, либо просто Европа, так как сказать. Значит, смотрим рейтинг. Монумент. На первом месте Воин. 18,1 миллиона. На втором месте Воин. 17,7. Третье место Воин. 17,1. Дальше у нас идут Маги. 17,1. 17 и 16,1. Дальше идут Упыри. 15,8. 2. И еще один. 15,4. И в конце замыкают Маха. 14,9. Значит, что мы имеем? 4. Значит, у нас 4 Мага, 3 Воина, 3 Упыря. То есть, ну, в принципе, практически поровну, скажем так. Дальше смотрим, какие билды на арене. И будем перебираться на последний сервер, на наш родной, который я оставил на закуску. Это русский сервер. Так, 14,5. Ну, это такое. Смотрим. Значит, Хель-Хель Ходин. Он, значит, Ходин Хель-Бах. Ну, в принципе, по билдам. Ну, такое. Здесь большой разброс. Здесь абсолютно все разные билды. Есть и по мощи, и по атаке. То есть, в принципе, ничего такого особенного здесь нет. Все, переходим на последний оставшийся сервер. Вот мы и на последнем сервере. Наш родной. Так, смотрим, что у нас по рейтингу. По монументу. Ну, в принципе, я думаю, и так все наши знают. Но, как бы, общее видео, весь мир. Поэтому будем озвучивать. Значит, у нас всего. Это Мах 16,8. Дальше Упырь 16,2. Упырь 15,8. Дальше у нас Мах 15,3. Упырь 15,3. Воин 15. Мах 14,8. Дальше у нас Упырь 14,7. Упырь 14,3. И замыкает Мах 14,2. Кстати, рейтинг немножко обновили. Он был заглючен и не обновлялся долгое время. Так, значит, у нас 5 Магов. 4 Упыря. И 1 Воин. В принципе, билды, опять-таки, тоже буду показывать. Потому как всех показывал. И наших тоже, ребят, покажу. Наш первое место. Боевой билд. Хель-хель Один. Хель-хель Верданди тоже боевой. Хель-хель Один. Ну, в принципе, на атаку. Все на урон. Все билды на урон через 2 хели. Вот. Окей. И бонусом для тех, кто смотрел до конца, есть немножко интересная фишечка. Сейчас у нас проходит акция. И добавили шут-ивент. В нем можно выиграть вот такие вот здесь вот. Седьмого уровня мешки. Да, с камнями седьмого уровня. Их вы можете там стрелять, в принципе. Да. И выигрывать камни. Надеюсь, выиграл. Да. Вот. Так в чем фишка? Вот я выиграл седьмой камень. Здесь дальше камня нет. Разрешено стрелять всего 50 раз в день. Для того, чтобы опять камень выпал, вы можете либо же перезайти, или же нажать охоту сокровищ. Вы нажимаете охоту сокровищ. Затем выходите. И опять нажимаете шут-ивент. И у вас меняется абсолютно раскладка. Вы так меняете до тех пор, пока не появляется опять мешок с камнем седьмого уровня. И только тогда стреляйте. Дабы не стрелять в ненужные вам предметы. Мне удалось за 50 выстрелов выбить 35 камней седьмого уровня. В принципе, чего и вам желаю. Всем спасибо, кто смотрел. Ждите в скором времени видео с акцией Black Friday. Black Friday, да. Ну, Черная Пятница. С акцией Черная Пятница. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.